Всем привет, мои дорогие! Начинаю свой репортаж с набережной. Восемь часов утра. Холодно, похолодало. Не знаю, сколько градусов, но нужно идти быстрым шагом, чтобы не замерзнуть. Руки мерзнут. Днем будет намного потеплее. Ну и пора же приходить зимой. Зимой не так ли в наш Мерсин? Ну, что-то со мной такое происходит. Наверное, я подустала от Ютуба, если честно. Как-то разочаровалась, можно так сказать. Разочаровалась очень сильно. И так поняла, что не нужно столько времени тратить, как я раньше тратила. Типа теряла вообще зрение. Монтировала видео в телефоне. Я монтирую на телефоне. Мне так удобнее, потому что когда я нахожусь где-то, да, я всегда могу смонтировать видео. Любая минута у меня появится свободно. И я могу монтировать, работать в телефоне. И вот прям не хочется ничего абсолютно. Сейчас вот вышла. Вчера ничего не записывала, даже не записала, как мы с девочками занимались. Хотя обещала. Как-то так вот вышла. Я сяду, посижу с вами, чтобы не дергать камеру. Как-то так само по себе произошло. Так мы начали разговаривать, начали с болталки, кофепить, а потом продолжили йогой. И когда закончили, разъехались, тогда я созрела, что оказывается, я не записала ничего для вас. Думаю, ну ладно, отдыхать тоже надо. Не все время же под камерой, да. Как это классно оказывается, когда ты живешь своей жизнью и не думаешь за то, чтобы снять, что-то показывать другим. Я это оценила и ощутила на себе. О чем бы я еще хотела поговорить. Как день прошел, я тоже провела его плодотворно и поняла, что не нужно себя столько времени уделять Ютубу, потому что это бесполезно. Нужно заниматься тем, что приносит тебе больше дохода. В наше время, вы сами понимаете, как бы это ни звучало, ни красиво, может быть, ни коры. Но весь мир держится на деньгах. И там, где есть возможность сейчас заработать, нужно уделять максимальное внимание туда. И вот, кто со мной долго на моем канале, вы знаете, что у меня свой золотой бизнес. На платформе Гигуэс у нас каждый день обалденные новости. Сейчас, в данный момент, идет промоушен, который скоро закончится. меньше месяца осталось. У нас появилась своя криптовалюта, с которой мы можем получать проценты каждый день. Вот так вот, мои дорогие, новости обалденные вчера вечером получили. Мы, все бизнес-партнеры, я, естественно, занята вся вся своим бизнесом, потому что у меня есть дети, у меня есть внуки, мама, которым нужно помогать. Ну, а YouTube это так, для кайфа. Каких-то тем я не ищу. В общем, я истощена, мне нужен какой-то перерыв, будет желание, будет у меня настроение, я буду снимать. сейчас мне нужно поработать в течение месяца очень хорошо, чтобы потом уже снимать с наслаждением и все остальное. Появятся какие-то идеи, и все, сейчас я вся занята этими делами. Ну, вот смотрите, сколько много пенсионеров с утра, толпами, толпами. Какие модные пенсионеры, какие модные пенсионеры у нас. Прохладно, наверное, погода будет меняться. Ну, конечно же, должна же прийти тоже зима, не так ли? Нам тоже хочется и курточки поносить, и сапожки одеть. Каждому хочется ощутить свое время года, правильно же? Очень много людей на набережной с утра, они уже, видно, заканчивают, они еще пораньше, с 7 часов уже все движение идет. Я, как всегда, стою в 6-15, занимаюсь йогой, затем вот начался у меня марафон. Этот марафон заключается в первой неделе 10 тысяч шагов каждый день, поэтому я активно сейчас буду работать над этим, мои дорогие. после йоги сразу на набережную, а на следующей неделе мы будем разговаривать о нашем питании. Так что, пока я думала, что с первого дня можно покушать все, что желает душа. Ну вот, такое у нас чистое море с утра. холодное, оно холодное, я точно не хочу в него окудиться, потому что замерзли у меня руки, так как у меня жилетка. вот такие вот дела. Два дня назад разговаривала с сыном, у него все в порядке, направляется в Японию, успокаивает мамочка, говорит, все в порядке, все хорошо. Дети растут, внуки, внуки мои растут, Марин в школу ходит, сейчас Деми и Ирмочка в детский сад. Что еще могу сказать? Маре, учит, преподавателям в школе, у Маре в школе преподаватели заразились ковидом и школу закрыли на две недели на карантин, и сейчас она в онлайн обучении. Конечно, мучаются все, и мама, и дочка. И вот такие вот дела, мои дорогие. Ну все, я пошла гулять. Все новости вам рассказала. Друзья мои, посмотрите, сколько людей занимаются ходьбой. Посмотрите, как будто весь Мерсин встал и ходит, 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 посмотрите. Все занимаются, все начали смотреть следить за собой. Ну, молодых тут редко встретишь, в основном в пенсионном возрасте. Это просто молодцы, пенсионеры, молодцы. видите, даже бегают. Даже бегают, друзья мои, может, и мне побегать. У меня скоро будет пять тысяч шагов, я буду возвращаться, а я уже, смотрите, пришла к Марине. Пять тысяч сюда, пять тысяч обратно, уже будет десять тысяч шагов. У меня сегодня блог будет посвящен пенсионерам в Турции, а это, видно, очень интеллигентные пенсионеры с телефонами, айфонами, вообще. И тут такие уверенные в себе. Ух, молодцы. Сегодня такой красивый будет видеоролик. Я покажу вам красоту города Мерси, набережной. Боже, как классно. И тут, посмотрите, растут даже парки эти цитрусы. Если были эти лимоны или апельсины, уже здесь не было. А я, знаете, как-то попробовала, сорвала же тогда дома. Ну, что он же лудок болит. Не знаю, может, с этим не связано, но из него очень вкусно варенье делаю. Ой, варенье, это сахар, все это вредности, все вредности, смотрю. Так вечерами иногда хочется, подкуша сладенькая. Нужно от этого отказываться, потому что это все вредно, мои дорогие. А я пошла вперед. Кто проживает в Мерсине, я вам покажу, где находится офис, чтобы оформить себе карту на аренду велосипеда. Вот, смотрите, здесь такое табло Survivor и Гленджи парки, парк для детей. И как раз, если вы дойдете до него, впереди видите сцена какая-то. И вот Кент Бис. Видите? Впереди Survivor, табло, баннер. Ну и вот почти возле Марины. Это очень удобно и выгодно, чем свой велосипед покупать, таскать его, ехать по городу надо. Здесь дошли до набережной, нашли стоянку, взяли велосипед, заплатили одну лиру за час, боже, это же копейки, зачем тратить на велосипед, еще думать, где его спрятать, за ним ухаживать, зачем это надо. Было очень рада вам быть полезной, а вообще от меня только одна польза. Сейчас прохожу и возвращаюсь, смотрю, здесь девочки тоже занимаются. Турецкие женщины тоже смотрят за собой. Красивые! Писе, 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 какие халюси, вот этот рыжий какой обалденный, посмотрите, посмотри, какой ты классный. Девочки, посмотрите, музыка, все девочки занимаются. У меня тетяка халюсинь. Киси, киси. Хорошие котята. Вот девочки как занимаются, курчаночки. Молодцы, молодцы. Я прошла 9000 шагов, как раз до дома и будет 1000, 10 тысяч. Друзья мои, я устала, не знаю почему, но у меня такое желание сесть, потому что я делаю это, наверное, очень быстро все. Час 20 прошло на мои вот это вот движение. Может, помедленнее надо. А я же лечу, потому что мне дома ждут великие дела. Друзья мои, 10 тысяч шагов я сделала. Ура, ура, посмотрите, мне в награду подарили такой замечательный букет. Кто подарил? Я сама себе подарила. А, пардон. Я так вошла в роль, что не посмотрела, что приехала на четвертый этаж. Они испугались такую женщину с цветами победительницы. Вот иду домой. Готовлю себе на завтрак шпинат с яйцом. Я же начала новую жизнь новую жизнь начала. Она мне так новая всегда. Каждый день полна сюрпризов приятных. Друзья мои, я 10 тысяч шагов прошла. Чувствую себя, конечно, уставшая пришла, но после душа обалденно себя чувствую. Обалденно себя чувствую. Сейчас волосики подсушу и буду вообще красотка. Друзья мои, идем с Эндером знакомой наконец-то забирать свой заказ. Куда мы спустились, я обнаружила, что я там забыла какую-то карту взять. Пришлось вернуться, я пришла, спустилась, мужа нету. Украли мужа, украли! Мужа нету, еще не отвечает на телефон. Стою здесь на перекрестке и жду. Вот такие вот дела даже бывают. Вот он звонит мне. Муж нашелся. Он, оказывается, пошел деньги снимать. Надо же подарочки оплатить за все. И вот еще будут намотанные километры. Жвачку взяла. Вообще не люблю жвачки. В какой-то один период в жизни я без них жить не могла. Наверное, стресс так подавляла с помощью жевания в Батуми еще началось, да. Потом приехала в Турцию и у меня просто всегда были жвачки. Всегда. А потом уже мои стоматолог говорит, не пользуйся за жвачками. Не нужны они тебе. И я уже прекратила вот уйдет пошли. Девочка, так посмотри. Ну что, мои дорогие, мы пошли. Татьяна меня выручает. Татьяна из какого города? Город Черкасса. Из Черкасса. Она такая умничка, когда едет сюда, всегда спрашивает, что мне привезти. И вот очередной наш заказ мы забрали наконец-то. Танечка, передай привет моим подписчикам и твоему мужу. Вот, посмотри, как его зовут? Руслан. Руслан, привет вам от Индера и Светланы из города Мерсина. Персонально, вам лично. Спасибо вам и вашей супруге, решили с Ашкэмом выйти на набережную, показать вам набережную. Ну, конечно, видите, посидеть заодно. Посидим, кафешка здесь, в этом доме она остановилась, Танюша. Кафешка вот она. посидим, посмотрим. Лекарство мне принесла тамуша, папазол. Ашкэм гуляет по набережной. Хотели пешком пройти, но очень далеко нам придется идти, а я опоздаю на вебинар свой. Как всегда мы заблудились, вышли раньше, чем нужно было. Шли, шли, шли. Одна бы точно потерялась. вечером начинает холод. болбать. Грязно, да. Грязно, друзья мои. Хотя мусорные мусорки стоят, никто не бросает в них мусор. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила.